Теперь надо немножко разобраться с числами 1, 3, 5 и 7. Господа, ну 1 это 1 в квадрате. Надеюсь, это не требует ничего объяснения. 3, ну что с них отделаешь? 3 это число, которое в квадрате, вот и обратите внимание, равно 9. А 9 это единица по углу окружения. Хорошо. Теперь давайте отбираться. А что такое 5? О, 5 это минус 3. Ну, а самое не совсем, конечно. Это минус 3 плюс 8. А что такое 7? Это минус 1 плюс... А это зачем? Ну, сравнимо с минус 1. Сравнимо с минус 1. Вполне можно. Разбираться действительно с числами 1, 3, 5, 7, потому что, ну, не так что-то много. Но, я хочу, чтобы вы уже немножко понимали, что на самом деле их не 4. 1, 3, 5, 7 это только каждая, что их 4. Весь в числе. Дальше проблема. Потому что, ну, я умножая 1 и минус 1, не могу, чтобы, знаете, из этого никак выйти, да? Вот. Поэтому, ну, давайте я напишу, я напишу 3. Хорошо. Я напишу 3. А вот дальше я могу написать минус. Вот, смотрите, минус 1, это на самом деле, оно отличается от числа 7 на квадрат. Вот давайте поймем. Когда 7 вы разделите на минус 1, то вы получаете минус 7. А минус 7, это единица минус 8. То есть, это сравнимо с единицей по модулю 8. А мы только что доказали, что все такие числа это квадрат. Значит, на самом деле, 7 минус 1 это квадрат. Это 7 нам не нужно. Вот они наши числа. И еще, и еще я должен написать 2, минус 2, 6 и минус 6. Это все возможные варианты для числа А. Вот оно, число А. Для числа А, теперь же самый вариант. Вот. Без прочим, есть взять в качестве А, в качестве А, в ничем минус 2 числа. Там будет все легче. Там табличка будет размером 4,4. Поэтому там работать гораздо легче. Вот я специально взял самую тяжелую задачу. То есть, смотрите, для вещественных чисел табличка до смешного проста. Правильно? А для 2 агических она будет огромная. Она будет размером 8 на 8, а не 2 на 2, как для вещественных. Но зато для обычного, простого, нечетного числа Б, она будет размером 4,4. В некотором смысле получается, что изучение федрагичной формы, оно как бы вот по модулю 2 надо глубоко, глубоко, глубоко. Но зато, с точки зрения плюс и минус, там, вещественных чисел положительный отрицательный, все легко. Вот. Ну, а по остальным, правда, числа уже не так получилось. Так, кто может сразу заполнить огромную часть таблицы? Там, где единички, надо поставить единички. Молодец! Мы помним правило. Единица с Б это всегда единица. А вот дальше, ребята, действительно интересная штука. Потому что только если вы сможете реально заполнить эту таблицу, то вы действительно сможете сказать, что вы поняли, что такое это практически число. Нет, я готов помогать и так далее. Но если я вам сейчас ее напишу и скажу, что ученые доказали, то это будет означать, что вы просто никогда ничего не поймете. Сейчас любая заполненная клеточка, это... Василий Васильевич, а как возгласить единическое число в квадратах? Надо все время помнить, нас оно интересует только с точки зрения до квадрата, что называется. То есть, понимаешь, ты можешь... Вот если оно нечетное, то тебя интересует только остаток отделения на усилку. Если оно четное, ну, соответственно, там чуть по-другому, но... Хотя бы несколько клеток сможете? Вот я взял и сразу заполнил 15 клеток. Еще семья же сходит. 15-64-х это очень немало. Это чуть меньше, чем 1 четверть. Потому что вы сейчас ничего не можете, это не потому, что вы это не можете, а потому что это называется непривычные темы. А просто не привыкли к такого рода задачи. Если 1-1, то не 1-1. Почему? Слушайте, давайте так. Про то, что чего-то нет, на самом деле, всегда доказывает труднее, чем то, что что-то есть. Поэтому вы хотя бы несколько единичек покажите, но с доказательствами. Давайте мы вспомним, в каком случае символ АВ равен минус АВ равен минус АВ. Кто-нибудь это вспоминает? Да. Когда? Когда х квадрат минус АВ равен инженерии квадрату равняется B, правильно? Правильно или нет? Да. Замечательно. Слушайте, ребята, а вот какие конкретные числа вместо x и y, хотите поиграть? Хотите, возьмем 1, 1, 1. Вместо x и y возьмем 1. И что тогда получится здесь? a плюс b, он 1. Нет, 1 минус a, правильно? И у нас получается замечательная равенство, что символ a и 1 минус a, это всегда равенство. Ну, я напоминаю, что это создает отлично. Замечательно. Так давайте поработаем просто с этим равенством. И мы сразу заполним довольно много места. Итак, вместо a берем минус 1. 1 минус a это будет сколько? 1 минус 2. 1 минус 1 получается 2. 2. То есть я иду сюда и пишу сюда 1. Я понимаю, что это всего лишь одна единичка, но она совершенно не бесплатная. И точно так же, естественно, у меня получается вот здесь вот. Очень хорошо. Давайте еще что-нибудь такое можете? Уже получается 33 минус 6. Это минус 2. Это минус 2, да, и что? У нас есть такое число? Да. Ну? А если минус 3, то получается... Нет, нет, ладно, давайте получим еще где есть. А 3 минус 2 это где? 3 минус 2 это вот здесь, правильно? Да. Так. Это мы стройка. Запрались так. 3 минус 3, что будет? Минус 3, 4. Если я не минус 3, то это 4. Вот это уже неинтересно, потому что 4 это то же самое, что 1. Ну, не повезло, ничего страшного. Так. А если с кулькой? Минус 1. То получается минус 1. Ну, это мы уже посмотрели. Да. Хорошо. А 6 это получается минус 5. Да. А минус 5 это что? 3. Какие это? Минус 5 это вообще 3. А, да. Так. Значит, для 6... Вообще-то у нас еще не было. Для 6 получается минус 5, то есть действительно 3. То есть я сюда пишу иди. Да. Отлично. А минус 6 это что? А минус 6 это 7. Да. А что такое 7? А 7 это минус... Минус 1. Стоп, Александр Ильич, у таблицы есть симметрия. Что? У таблицы есть симметрия. Абсолютно верно. Конечно, я сейчас должен. Да. То есть минус 1, минус 6 это... Это вот здесь, да? Угу. Сейчас. Это 1. Так ли я? У меня проверяйте, потому что я, разумеется, наизусть ее не помню. Да. То есть если мы сейчас ошибемся, то все. Так. То есть 6, 3 и, соответственно, 3, 6 это у нас таблицы. У таблицы разумеется есть симметрия. Да. Так. Я все так помню. Вам легче. Вода отнесет. Рисуйте. Я здесь немножко с прокурсами, да, ошибся. Изумеется. Заметьте. Уже так много. На самом деле, ребята, такая штука есть. Если минус 1 с чем задаем единицу и еще с чем задаем единицу, то с их произведением, а сколько будет 2 умножить на минус 6? Это минус 12. Минус 12. Четверка красок, потому что она квадрат, это значит будет минус 3. Ух ты. Мы это сделали. Минус 1, минус 3, это тоже единица. Ух ты. Ух ты. Ух ты. И это именно неинтересно, потому что вот эта вот идея про то, что число сравнимое с единицей квадрат, она именно для ничего прочитается. А для троих там по-другому немножко. Мы для этого ничего не делаем. Если мы поделим минус 6 на 2, то мы получим минус 3, а это не квадрат. Нас же интересуют числа с точностью до умножения до квадрата. Поэтому нельзя говорить, что минус 2 это то же самое, что 6. Ребята, я обращаю ваше внимание на следующую замечательную речь. У нас первая из карта заполнена полностью, я вам по секрету скажу. На самом деле в каждой строчке, ну как первого столбца и как первой строке, в каждой строчке будет 4 единицы и 4 минус единицы. Уздачи, мы потом докажем. Но вот смотрите, на самом деле у нас вторая строка заполнена. Теперь здесь минус 2 на 6 это будет сколько? Минус 12. Минус 12, то есть минус 3. И я на самом деле заполню третью строчку. Другое дело, это доказательства. Я еще не заполненные места не доказал. Но ничего. Так, вот для минус тройки... А, стоп, минус 3, 3 это у нас? 9. 1. Значит здесь минус 3, 3 это 1. Так, хорошо, хорошо. Нам бы еще чего-нибудь. Что-то у нас с минус тройкой не повезло, ребята. Слушайте, а почему нельзя взять... Не обязательно же вот так. Смотрите, у нас какая есть форма. У нас есть форма x2 плюс 3 в квадрат. Правильно? Если I будет. Почему я обязательно беру числа 1 и 1? Почему нельзя взять числа 2? Будет 4 плюс 3 сколько? 7. Значит я иду... 7 это минус 1. А, интересно. Ну хорошо. Возьму тогда здесь, скажем, 10 баллов. Тогда у нас здесь будет сколько? 12. А здесь возьму 1. 12 плюс 1 сколько? 13. А 13 по модулю 8 это 5, то есть минус 3. Да. Вот. Сюда? Да. С двойкой. 2 минус 1 я сделал. Теперь здесь вот здесь вот 1, 1, да? Давайте тот же самый прием. x2 на этот раз минус 2y2. Давайте посмотрим чуть-чуть, что бывает. Скажем, x равно 1, y равно 1. Это минус 1. 4 минус 2 сколько? 2. Значит, 2, 2 это у нас будет 1. Так, хорошо. 2 умножить на минус 1 это сколько? Минус 2. Это минус 2. Ребята, мы еще одну строчку сделали. Так, осталось чуть-чуть. Если мы с вами сделали с минус двойкой 1, 1, 1, 1, то, соответственно, здесь с минус 2. с минус 2, 1, 1, и вот сюда, правильно? Минус 2, 2. Да, 1. Отлично. С шестеркой. С шестеркой. С шестеркой. С шестеркой. С шестеркой. С смотрите, у вас есть столбец минус 2. 3 на 2 это 6. 3 на 2 это даже и что? Нет, сейчас. Здесь вот так, у меня вот так идет линия. Да. Ну, посмотрите на столбец минус 2. Там есть в тройке единицы. С столбец минус 2. 3, 2. Тут есть 3, 2. Значит, есть 6. 6, да. Ну, пишите 6. Минус 2 и 6 это единица, правильно? Да. Это единица. И аналогично из асимметрии. Где? Ну, из асимметрии 6 минус 2 тоже. Сюда? Да. Сюда. Жалко, что я не рисовал ее квадратно. Так. Ну и давайте минус 6. Из-за того, что у вас все колонки заполнены, осталось только для минус шестерки быть шестеркой и минус шестеркой. Я не понимаю. Из-за того, что, посмотрите, посмотрите на все столбцы. х квадрат плюс 6у квадрат. Что это такое? Что ведь она интереснее представляет? Скажем, х равно 2, у равно 1. Это будет 4 плюс 6, это 10. Так. А что такое у нас 10? 10 – это минус 6. 10 – это минус 6. 10 – это минус 6. Значит так. Вот здесь вот должна быть единица, правильно? 10 – это минус 6. Здесь должна быть тогда тоже единица. И симметрично. 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 10 – это минус 6. 10 – это минус 6. Так. Здесь вот 1 – 1. А ты знаешь как? Да. Сюда. Так. 4 единицы, 4 единицы, 4 единицы, 4 единицы, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ребята, я работу сделаю. Другое дело надо теперь как-то объяснить, почему все, что мы не заполнили, на самом деле это минус 1. Не зря нельзя. Каким образом это делается? Ну вот смотрите, можно, что называется, придумать какую-то высокую теорию, а можно сделать так. Вот берём какое-нибудь произвольное место. Вот это. И интересуемся. Что же здесь будет? Минус 1, минус 1. Что это на самом деле за задача? Что такое минус 1? Вместо а минус 1, вместо b минус 1. Это будет такой вопрос. x квадрат плюс y квадрат равно минус 1 в 2 однических числах. Бывает ли нет? Ответ. Да, конечно. Почему? Потому что 2 однических числах x квадрат сравнимо либо с единицей по модулю оси, либо с нулём, либо с четырьмя. Это сравнимо с семью по модулю оси. y квадрат тоже. Это единица, ноль или четыре. Сумейте так. Складывая один, ноль или четыре, получить семью. Сможете? Нет. Значит, я сюда что пишу? Минус 1. А теперь ещё важная вещь. Если я здесь написал минус 1, то на самом деле в остальные три места я должен написать минус 1. Потому что иначе у меня возникло противоречие. Ну вот подумайте, скажем, почему я сюда не могу написать именно плюс 1. Потому что если здесь было плюс 1, или здесь было бы плюс 1, то перемножая их я включил, что здесь плюс 1. Потому что 2 на минус 2 это минус 4, а 4 выкидывается. То есть на самом деле здесь минус 1. И значит во все остальные места вы пишете знаки минус, и мы полностью решили, между прочим, самую тяжёлую. Для нечёрных чисел всё намного легче. Но мы с вами полностью решили задачу о составлении таблички символов. Я не пишу минусик. Нет, я просто все минусы пишу. Вот они. В каждой строчке кроме верхней и кроме левого столбца у нас 4 единицы и 4 минус единицы. Мы с вами полностью вычислили два нодические символа геймерта. Всё. Всем всего хорошего. Вы герои.